Доброе утро всем! Мы в секторе в восемнадцатом. Команда Бобры. Тут как раз подвалили Судьи, мы совмещаем полезное с триадкостью, поснимаем сразу взвешивание в кадре. Кило триста семьдесят пять. Вот и лайки пошли. А ну, гуляй. Кило триста семьдесят пять. Кило триста семьдесят пять. Погласны? Погласны. Пять триста семьдесят пять. Кто больше? Все, давай. Вчера он был два. Какой дел за ночь? Не хочешь жрать? Сфотографируйте человека. Потому что у меня эфир. Целуем животик. Не знаю, как там расположено у карпятника. Не хочет он с тобой. Все. Рыба решила, что в руках этого извращенца Набыть не хочет. Рыба решила, что она не хоть и гиенична. И отказалась сфотографироваться. Да. Он туда увидел и все. Он бороду увидел и понял, что тут... Возможно, то закончится дело с ковороткой. Поэтому лучше и ориентируется. Это вечерняя, я не помню, что он будет семь вечер. Все. Все, да. За ночь вообще нет. Пошел. Очень. Была ночью протяжка одна. Чтобы меньше влазил в стол, а больше в фейс. Пошел. Пошел. Представьтесь. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Вы команда Бобры. Ну, расскажите про сектор. Расскажите, я слышал тут претензий к сектору есть. Нет. Нет. Претензий к сектору нету. Претензий есть к рыбе. Нету ее. Как говорил мой знакомый, говорит, рыбу надо ловить там, где она есть. А здесь что-то очень глухо. Там сетевики выставляют сети. Вот они вчера не ставили сети. У нас семь рыб за ночь было. Позавчера. А вчера, они сегодня ночью поставили и ни одной поклевки. Даже не знаю, что сказать, очень тяжелый турнир. Каждая рыба трудовая. Дается очень тяжело, нелегко. Ничего. Не теряю надежды. Сколько у вас вообще? По-моему около 27 килограмм. Я точно не помню, но около 27 килограмм. У вас есть какие-то там? время прохода какие-то есть есть определенное время прохода есть есть ночью проходы вот эти две крайних палки они в основном на случай ночью работают эти две крайних в основном днем брали непонятно почему хотя дистанция вроде бы да как бы дистанция вроде на как плюс-минус на 5 10 метров но почему-то те днем эти ночные на ночь допустим там у нас была одна проклевка она эти было 6 поклевок и на обе поэтому неизвестно непонятно почему вот поэтому ну и конечно ребята там перебивают нам выход рыбы с камыша и заросли не конечно берут больше по дистанции далеко идти до раза дистанции пробовали пробовали 120 и 140 и 170 сейчас ушли на дальнюю дистанцию вообще далеко-далеко 170 плюс но не знаю пока тихо пока молчится в москве для об этом они только у вас и не москве везде как бы да но мы надеждая на то что дальняя дистанция кого мы попробовали дотянуть до бровки там для бронка настало 73 или 174 метров и когда-то был пляж да там бровка очень далеко поэтому попробовали до нее добить не знаю посмотрим что из этого получится серёжа конечно с нами не присутствует валь молодец пока мы мысленно вместе не ну так я не думаю что все знают слова серёжа чтобы а ну да сообществе но по крайней мере старается старается кидает за горизонт поэтому я надеюсь что все таки еще может быть что-то мы попробуем выжать с этого турнира смотрите уже вот облачка натягивает потихонечку наши прогнозы не забрали наверно после 5 обещают дождь начнет но она что сильно не лива нашли пока мы осмотрелся по погнозу по ветрам но они не могут дать точечно они как бы дают более глобально там 7 номера 13 метров вроде бы как ветер таки да начинает появляться там до 20 и камаш порывы может быть и насильного ветра не обещают нет 20 камаш то не силу ну да это сына больше чем 6 сейчас у вас штиль это она поднимется ветерок да надо немножко ветерочек чтобы он загнать немножко раз да чтобы рыбу с места с насиженных мест подорвать может быть начнет прикормка играть тяжелый турнир очень тяжелый турнир нелегко дается ребята ветер когда совсем можем угадать с погодой мы угадать никогда не сможем не знаю что по сравнению с теми годами эта погода порадовала ну как порадовала хотя бы три-четыре дня нету ураганов и порывистых ветров секундочку до четыре дня нет ураганов замечательно но при этом когда были ураганы у нас было тонна 700 ну понятно потому что рыба были готовы готовы терпеть вот это вот мокрую одежду и ураганный ветер когда на палатке надо было висеть но при этом был клев очень хороший то есть кого все команды довольны были этим да понятно что но но как бы до средства оплачивать оправдывая цель оправдывает средства цель оправдывает средства да я согласен с этим ну а валь погода что ты ничего не сделаешь погоду не закажешь приходится выкручиваться из того что есть ну и наверно все таки опыт команды именно в этом и должен проявляться в том чтобы не зависеть вот погодных условиях при любви в условиях улице что-то вытащить даже с мертвого сектора на это время его что вот помню был какой-то кубок где роман натанич попорон наш попал в сектор где мы сказали что пять суток он там будет просто щупа чупсом сидеть но роман авто танч не тот человек чтобы как говорится так вот сдаваться роман натанич вышел на пятое место мертвом секторе да он сорвался без спину потому что она была кидать до 175 метров не мы не говорим что у нас сектор мертвый мы не говорим это мы просто не понимаем почему рыба так вяло себя ведет вот именно из-за погоды потому что уже упробовали разной дистанции перебрасывались каждые 40 минут прикормка всевозможная какая только есть любой стол пожалуйста почему-то рыба не отзывается вот непонятно хотя бы было какой-то вот эти две крайних палки мы поняли что как бы по ночью при как бы ночью их немножко передвигаем меняем тактику двух крайних палок правых 3 4 и она хоть как-то работает днем вообще почему-то тишина непонятно почему нету какой-то вот как это говорят ну какого-то что можно было как-то просчитать как это словно что к чему-то можно было привязаться выход оттуда с дистанции допустим 140 130 она как-то проходит непонятно то на дальняк то на ближние как бы так все хаосно получается многие многие считают что именно за того что слишком тепло было и вода не успела можно точно охладиться в турниру рыба как бы стоит далеко и комфортно пока там вода подмерзла то рыба выходила бы греться ну да 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 это да на миллиарке подходила в час она стоит за 200 метров то есть те кто не могут кинуть далеко у них вообще шансов практически никаких вот мы смотрим команда карпу станка призовой сектор но у них совсем плохо как-то опять же это зависит физических возможностей хочу передать привет дюку лесу видишь что у меня есть еще целая пачка поэтому мы не теряем надежды а у меня шоколадкой дразнил так это про тебя говорят да да зефирка ну что еще могу сказать очень хочется вырваться вперед подняться в таблице но не счет этот у вас есть чуть больше суток получается да ну как как-то больше диски от ровно сутки до если он на сутки у вас есть на то чтобы выжать все соки из этой дырки кормим сейчас не останавливаясь надеюсь может если днем не будет прохода может ночью мы ваши то возьмем натяните чуть-чуть мы ходим до слышал же выжали сосок да андрюша кстати приготовил очень вкусный сок очень вкусный борщ большое спасибо андрей кукулееву за разнообразие еды респект и уважение мы не можем показать команду в работе да это секрет секретная работа команды тактика до чтобы чтобы юколес александр не принял опыт и не начал ловить больше рыбы мы как бы не можем это допустить поэтому просто показываем зефирку и шук-шук у который мы ели утром понятно очень хочется конечно победить очень хочется тоже 3 4 мой турнир и как-то не получается пробиться призовые места но очень хочется мне нашим именитые команды многие из команд по 5-6 лет не а согласен местам сожалению тут ничего не сделаешь все-таки жеребьевка это да это фортуна это барабан судьбы как говорится может быть супер крутым карпятником у тебя поставят сектор да проще физически очень многое зависит от сектора да мы об этом мы отоговаривали мы об этом говорили мы это обсуждали что каким бы то ни был супер-пупер спортсменом но если сектором тебе не повезло то наш кинерия такой что непредсказуемых что но может поэтому она мы прикольно здесь не во первых не но конечно интересно интересно почему потому что дикий водоем очень интересно почему потому что вот сама рыбалка на диком водоеме она придет какой-то адреналин именно понять обмануть поймать вытащить именно с дикого водоема не просто с платного озера которое там два на два сдаст с аквариума где ты знаешь что ты любом случае поймаешь здесь есть как бы присутствует свой азарт и это конечно очень как бы сильно подстегивает подстегивает тому чтобы что-то думать что-то менять разрабатывать какую-то новую тактику играться дальностью прикормкой нет интересно очень на кино эти очень интересная рыбалка не очень нравится товарищи зарубежные карпетник это камень ваш огород вы там уже вся в европу все обловили да не жаль и к нам да да очень до прижать на у нас шикарный попробуйте половить на наших водоеме на нашем водоеме и дико вам показали уже берега тут чуть просто все замечательно до нашего давайте давайте не ждите а ну да вот страну уже открыли вот это можно лететь стану открыли авар 44 тысячи зараженных вчера за день было на ломский буцингель я разговаривал как бы нам по поводу зала на завтра все мне это так то часть за зал на вид мах моя вся семья в беду что такое у нас 5 а 4 положительно и там почти каждая вторая семья у них сейчас в ангеле ну пожалуйста овалил сегодня смотрел ролик в интернете как человек достал этот тест домашний взял самолете летит взял так самолете даже не сама просто проверку по стеклу провел там поэтому самому обмочил вылил показал положительный тест так это было еще знаешь когда это еще было два года назад когда кто-то показывал ролик взяли из помидора ли чего-то там дороге она на писяр тест сделали и он показал положительный ну это для того чтобы панику поднять поднять типа давайте никуда не будем об этом я не хочу да сейчас рыбалка еще целые сутки турнира все-таки я надеюсь что мы возьмем ну я очень хочу надеюсь надеяться и верить что мы возьмем несколько хороших крупных рыб может вечер себя хорошо как бы показывал тоже может вечером будет и я все-таки надеюсь еще на ночь надеюсь на ночь что мы ночью возьмем вот ту самую рыбу которая не хватает чтобы до подняться высоко чтобы подняться таблица очень надеемся спасибо вам большое ребята не вовсе спасибо говорится вам день простоять до ночь продержаться что до встречи завтра да да спасибо всем пока всего доброго